Ремонт и подрубный подходит к концу. Здесь сразу в пяти дворах меняют дорожное покрытие. Качество работ приехало оценить руководство города. Строители положили новый асфальт и бордюрный камень. Доделывают спуски для колясок. Ямы были. И вот после дождя вообще машине было проехать страшно. А сейчас сделали бордюр. Москва стала. Но претензии у главы города все же возникли. В одном из дворов бордюры заменили только наполовину. Олега Грищенко такая работа не устроила. Если мы делаем новое покрытие, то, конечно же, нужно и бордюрные камни менять. Потому что обязательно найдется кто-то из жителей, кто скажет, что вот бордюрные камеры не поменяли. Значит, деньги были на это заложены. Значит, все украли, все унесли. И т.д. и т.п. как обычно нас любят ругать власть. Поэтому такие вот у нас споры вышли. Но будем менять. Поселок Дачный стал вторым пунктом проверки. Ямы и грязь для местных жителей много лет были привычным пейзажем. Еще год назад в эти дворы на окраине Ленинского района было ни заехать, ни зайти. Теперь дорогу отремонтировали. Там, где есть участки свободные от детских площадок и зеленых зон, строители сделали парковку. Мы очень довольны, что за 18 лет, как построены вот эти дома, на нас первый раз власти обратили внимание и хоть что-то нам сделали. Нас благодарить не надо. Эта власть должна на людей работать. Мы менеджеры. Нас для этого сюда люди избрали и поставили, чтобы мы работали на людей. Внутриквартальные дороги в Саратове отремонтируют в рамках проекта партии «Единая Россия». Городские власти приведут в порядок и дворы. Только в Ленинском районе восстановительные работы ведутся по 80 адресам. Там, где не успеют поменять покрытие за лето, дорожники появятся в будущем году. Надежда Новикова, Елена Гришина, Алексей Барыбин. Новости. Телеобъектив.